Хотелось бы поговорить на одну актуальную тему, вот, и начать, знаете, с чего хотелось бы, какова жизнь наша, вот она в среднем как выглядит, как вы думаете, в жизни, в среднем она, ну какая, я, нет, ну какая, дом, работа, дом, семья, служение, в отпуск, и хобби, естественно, влечение, ну она вот такая, знаете, повседневная, да, правильное слово, повседневная, без лишних, знаете, таких синусоид и колебаний, и такая жизнь у большинства людей, как у верующих, так и у неверующих, обычная жизнь, ровная, даже у пожилых, те, кто добился, у вас есть, да, свои какие-то вещи, то есть подъем, там, тра-та-та-та-та, и она вот постоянно как-то у всех, есть, открой там, есть, знаете, экстремальная, вот, то есть в жизни в нашем городе она протекает, ну в принципе, знаете, без, вот она такая вот, да, где-то, можно сказать, ничем не примечательная, кроме, за исключением, вот, нового Моргонекса, да, но есть профессии, которые, все-таки, знаете, экстремально, вот, открой, то есть какие профессии, пожарные, ну, это, это шутка, конечно, какие профессии, то есть, знаете, МЧС, милиция, какие экстремально возникнут? Я отношу к экстремальным профессиям, профессию врача и учителя, все-таки это экстремально, у них там стрессовые, вот, но в среднем, то есть наша жизнь, вот она ровная, вот скажите, да, но с большего, и жизнь верующего, она все-таки немного веселее, как я понимаю, почему, потому что, как верующие, мы ездим, что-то посещаем, ну, какие-то конференции, куда-то нас приглашают, мы имеем общение, но я считаю, что жизнь верующего веселее, у нас есть Бог, который не дает нам скучать, вот, и к чему, к чему я все это говорю, вы знаете, вот наша, вот это, открой, следующий, прошу, вот, вот, вот эта наша жизнь, она, знаете, она ровная, и вот есть две вещи, которые, о которых первое, я поговорил, вот эти прошлые шабаты, то есть ровная жизнь, она иногда поражает беспечность, да, все ровно, все нормально, дом, семья, работа, служение шабатов, например, какой-то хобби, и опять то же самое, да, вот ровно все идет, и где-то, вот, первое, это беспечность появляется, а второе, это вопрос нашей веры, вот, знаете, в такой ровной жизни бывает, первое, где-то там она отходит, на другой, знаете, так, постепенно отходит, если посмотреть жизнь в Израиле, как вот было во времена Ишова, то там же тоже была жизнь какая-то, ну, постоянно праздники, работа, иногда там были всплески сверхъестественного, во времена Ишова, он теперь шел Ишова, весь город собрался, ушел, что они делали дальше, дальше жили свои жизни, ну, кто-то более усиленно служил Богу, но все равно она была, знаете, такая, ровная, и если взять вообще Израиль, то еще вот то же самое, там, какие-то пророки приходили, ну, чаще всего пророки приходили, когда люди начинали жить во грехах, и у нас вот жизнь, она тоже размерена, чаще всего Бог сверхъестественно действует у нас таким путем, естественно, вот чаще всего, мы за какие-то вопросы молимся, и потом раз, они решились, вот, ну, как-то поменялось, вроде бы было так, потом так, начальник относился так, потом помолились, вдруг поменялся, но мы не заметили, как это произошло, и все казалось естественным, и вот, я считаю, что в нашем, вот, такое, все-таки, чаще всего, бесплесно, мы, когда были, тоже, вот, на этой пастерской конференции, там тоже говорилось о том, что, вот, наша жизнь чаще всего ровная, иногда людям хочется вот этого драйва какого-то, знаете, и там вышел брат, он служитель, он капеллан на линии фронта, он говорит, вы знаете, братья, а мне вот не хочется вот такой вот, экстремальной жизни, она мне каждый день экстремальная, и капеллан, там, пули летят, я уже наделся, мне хочется спокойной, на самом деле, мне кажется, бог все-таки за спокойную жизнь, ну, а жизнь наполненную верой, жизнь наполненную верой, мы живем, почему я заговорил о вере, потому что мы живем в век потребления, вот, красивая картинка открывает, акции, скидки, сало это почти что, сало какое-то, нет, на завтра, нет, то есть мы живем в век потребления, и, знаете, у нас, вот, в нашем веке очень тяжело сохранить веру, и это не пустые слова, я потом подтвержу вам, и я хочу на такую тему сказать, укрой, пожалуйста, картинку, вот, и вот, первую нарусную, остальные не открывают, вот эта тема, моя проповедь, она называется, Йоши, Шиша, Хор, все понятно, да? Хорошо, давайте на английском тему попробуем, Black Friday, Black Friday, Black Friday, Black Friday, тема понятна, да? Хорошо, все, те, кто знают на русском, тема черная пятница, вот, и вы знаете, я вам хочу поговорить на тему черной, открою там, Black Friday, да, вот, знаете, я немного все расскажу, чтобы вы знали, вот, мне даже Семен сегодня принес хиповскую черную пятницу, вот, у нас нет 50% бревня, вот, но если вы едете за рубеж, знаешь, сколько показывают, да? Процентов 70 и 80, на самом деле, там есть сжатию скидки, у нас сжатию, вот, поэтому, когда у нас пишут 50%, как делают, висит ценник 50 рублей, потом зачеркивают, пишут 45, скидка 50, а зачеркнута 80 рублей, что он стоил, а на самом деле там скидка 10%, вот, открою, пожалуйста, еще картинку, и поэтому наши люди, они вот так вот, когда черная пятница, вот так вот, да, скидки, и вот где там вера, они, знаете, теряются, мы живем в веке подвергления, почему я о вере заговорил, а открою сейчас следующую картинку, вот, я расскажу пример буквально на этой неделе, я тоже, когда иногда что-то читаю, сейчас реклама везде есть, не только, вот мы сейчас едем по городу, открываешь соцсети, там есть реклама, а залазишь, ну, новостные сайты, везде, знаете, вот везде, знаете, в одном месте нет рекламы, нет, нет рекламы на нашем ютуб канале, на самом деле, вот тяжело верить, когда мы живем в таком веке потребления, я расскажу пример на этой неделе, я обычно к этой рекламе, ну, я так, вообще, не до фонаря, в общем, ровно, да, я отношусь, но вот меня машины зацепили, я читаю в объявлении, ну, открыл тут байп, можно посмотреть, она, в принципе, везде, и там мне предлагают Жигули, ну, я самый дешевый вариант, я же человек небогатый, рассматриваю, и вот, ну, не такой там, не 110 рублей, там предлагалось 80 рублей в месяц, я думаю, дай-ка позвоню, я вначале залез в Лено, написал, у меня, знаете, бывает, я говорю, дети, вот папа хочет такую машину, давайте молиться, молимся, и я когда очередной раз услышал, как папа, ты достал, когда ты поделишься со своими машинами, и мне вот периодически такая блажь нападает, я говорю, давайте, ну, я потом понимаю, что это мое хотение, знаете, и вот успокаиваю, ну, вот как раз у меня реально штука цыганула, я написал в Лено-салон, я думаю, у меня есть машина Лено, ну, думаю, это же, да, я думаю, что сколько будет, если я приеду на своей машине, вы у меня купите взачок и дадите, ну, они хитро написали, мне сказали, приезжайте, специалисты оценят и рассчитают вам кредит, тут в чем подход, ты приходишь с паспортом и с правами, и тебе дают машину, ничего не надо, нет, нет, ну, что, в кредит дают, то есть ни с правок от поручителей, никого, вот ты приди, ты приди, и мы тебе дадим, я, короче, позвонил в ЛАГО, я там нашел средний вариант, вот, я говорю, у вас там 80%, 80 рублей в месяц, на 10 лет, думаю, на 80 рублей все-таки я могу потянуть, может, там, Бог благостоит, как-то досрочно погашу, да, но она говорит, нет, это какая-то неправильная реклама, а где вы видели рекламу, я говорю, вот, официально в сайте ваш салон, не, говорит, это другая, нам нужно тут деньги сдавать, а сколько, я говорю, стоить будет вот это, вот это, но она мне говорит цифру, ну, какая-то фантастическая цифра, что мы в семье работали только на погашение, вот этой цифрой месяц, вот, я говорю, ну, это же почти в два раза больше, ну, я так, на скидку, она говорит, нет, полтора, ну, я поговорил, в общем, положил трубку, думаю, ну, я понял, что брать я уже не буду, я посчитал, два с половиной почти раза переплачу, то есть машина там стоила 12 тысяч долларов, грубо говоря, а платить нужно 20, 26 тысяч или 27, то есть там, вот, ну, я к чему, вы знаете, вот это вот все, но наша вера, знаете, люди на что надеются, приходят, удачу в придачу, да, зачем верить Богу, вот удачу в придачу, купи семья за два рубля, выиграешь 50 тысяч, там сейчас, вот, вы не квартиру уже, водителю приехал на бензоколонку, заправился, можешь выиграть машину, если ты будешь заправляться только на той бензоколонке с карточкой, и так вот везде, и наша вера, вот, она начинает, знаете, где-то гаснуть, я увидел смешной такой ролик, у Света мне понравился, такой, ну, где-то уже там, где снег, в общем, наверное, где-то в России, у нас снега нет, и стоит такой молодой человек с лопатой, и снег, и там полный двор уже, пояс снега, и он говорит, это все мне будет у меня, это все мне, и такой, там, с закатом, да, а застой, там не все, и там такой двор большущий, он с этой лопатой стоит, да просто так, просто так, вот, вы знаете, вот сейчас ты идешь, а тебе говорят, хочешь айфон за 2 тысячи рублей, забирай, за что, просто так, вот паспорт дай, понимаете, салоном то что, им банк заплатил, а вы потом банку будете погашать, вот, на самом деле, вот это, кажется, знаете, это вот кажется так смешно, а кто там все еще хотите? Мы такие, не знали, да, вот, ну, это вы такие, вы уже пожилые, а молодые, понимаете, когда реклама хочется, и ты ходишь, она тебе все пальцем тыкает, а когда ты еще верующий, тебе говорят, вот ты верующий, да, мы знаем твою веру, тебя Бог не работает, а вот у нас, и вы знаете, и вот это все реклама, у нас сегодня глава Тора о чем, кстати, была, о благословении, понимаете, и все хотят благословения, все хотят благословения, и все хотят, вот, на халяву благословения, да, вот, понимаете, чтобы, и с одной стороны, я потом к этому приду, и вы знаете, в Новом Завете про вот веру тоже, Ишуа сказал странные слова, там, конечно, чуть-чуть другой контекст, но, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медленно защитят, защищать их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын, человеческий придя, найдет ли веру на земле, найдет ли веру на земле, вот, знаете, у человека, у нас, у людей, у нас все равно, мы живем во плоти, плоть очень своего, дух плоти противится, это постоянная борьба, апостол Павел говорил, я вообще каждый день умираю, апостол Павел, а что знать, взять с нас, то есть наша плоть, если мы ее не усмиряем, она постоянно будет хотеть, но, вот, часто, да, вот, у Бога один взгляд на благословение, а у человека противоположный, и вот наше благословение будет, вот и Савши тоже, да, он хотел благословение, но на самом деле, его-то сердце было, как Сергей сказал, неправильно, а у Иакова было сердце правильно, но неправильно было, чем благословение, видите, иногда вот такая дилема, либо сердце правильно это, Луки 12, 15, при том им сказал, смотрите, берегитесь, любо снижание, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения, абсолютно, не зависит, жизнь человека от изобилия его имения, проблема не в том, чтобы зарабатывать, получать хорошие деньги, здорово, когда мы можем позволить себе автомобиль, а еще лучше, когда новый, здорово, когда у нас есть квартира, а еще лучше, когда дом, здорово, когда мы можем съездить в отпуск, и так далее, проблемы вообще у Бога нету с этим проблемой, и у нас не должно быть, что, знаете, вторая крайность, святая нищета, неправда, но проблема всегда стоит в наших желаниях, что хотим мы, то есть очень часто мы свои желания выдаем за Божьим, свои желания выдаем за Божьим, Иакова 4, 3 написано очень просто, просите не получается, потому что просите не на набор, а чтобы употребить для ваших вожделений, просим не получается, потому что мы хотим для себя, но очень часто мы хотим, мы это подаем, это для Господа, Господь, да, рассказывал этот пример, это реальный пример, с другого города братья служили, ездили в деревню, там были церкви, они возили туда, то есть у них свое служение, после служения собирали и возили много народу, то есть там наслаждали общение, и молили у них машину уже старенькие, часто ломались, это реальный пример, и они молились, Боже, дай нам новые автомобили, чтобы мы могли, ну, не беспокоиться, вот возить, служить, что вы думаете, появились там у этих двух человек, ну, я не помню, ну, классные машины, и они перестали ездить, почему, сломается, ну, я буду по дорогам по этим убивать, в эти деревеньки, и вот так, это один из масса-масса примеров, я, знаете, иногда бывает так, что те, кто, люди, которые за кафедрами, которые имеют микрофоны, они очень, бывает, часто манипулируют верующими, да, вот, и не зря он нас стоит вот здесь, я это решил, все, потому что, когда ты человеку что-то подносишь, есть манипуляция в том, я, знаете, я был на таких призывах пожертвования, что после этого призыва ты готов отдать последние деньги, но этот призыв, то есть, звучит настолько спец, то есть, человек в этом спец, вот собаку съел, как говорится, и то есть, ты уже все, готов последние деньги отдать, вроде бы, для гостера, но потом, когда ты это сделал, ты понимаешь, что чуть ли не весь бюджет у тебя вошел, и это есть в этом, в этом есть манипуляция, то есть, вот это важно, важно сеять, важно жертвовать, но не надо это делать с манипуляцией, и очень часто, то есть, вот компании мирские, они этим пользуются, вот, на полную катушку, на полную катушку работают в магазинах, куда вы не зайдете, с вас хотят вытесить деньги, и используют все моменты печали, что это есть в некоторых общинах, в некоторых землях, вот так вот, знаете, есть такая проблема, верующая, потом люди, они притыкаются на голову, вот, да, дай, дай, ну, нам тоже нахуй, понимаете, а с другой стороны, есть другая крайность, когда верующие говорят, а давайте мы помолимся за спонсора, это хорошая вещь, знаете, чтобы был у нас спонсор, что нужно сделать, я вам рассказываю, берете распечатку, что вы хотите, то есть, ну, община, что вам нужно, с этой распечаткой, с вашей визиткой, с планом, на что нужны деньги, вот по всему городу, во все инстанции, и пошел, вот тогда будет спонсор, сверхъестественно тоже может быть, но это, знаете, очень нужно усиленно молиться, но чаще всего спонсоры ищутся так, ножками, вот у нас стюарт, которые тоже у них организация, наш старший Ромин, спонсируют, они в Америку приезжают, и пошли ножками во все инстанции, заходят, здравствуйте, мы такая-то организация, у нас какие-то проекты, нам нужны деньги на это, на это, на это, согласны, не согласны, следующий, следующий, и так вот находятся спонсоры, вот это, ну, почти всегда вот так работает, бывает, естественно, Бог располагает сердца, но это уже, знаете, это Господь действует, вот, и было свидетельство, у нас в Минске строится здание, синагога мессианская, и они выставили ролик свой, где они просто приглашали поучаствовать, и люди, они отозвались, они отозвались, они отозвались, они отозвали, в общем, поставить окно во всем здании, там сумасшедшая цифра такая, по нашим деньгам, но вот человек Бог расположил, но все равно, это обычно, вот они ездят, то есть, когда-то ходят, и так далее, вот так только это работает, но очень часто, вы знаете, как хотели, чтобы был спонсор, а тогда с меня взятки гладкие, я могу ничего не делать, это на самом деле, это вторая проблема, вот знаете, вот, мы бывает, наше желание, мы пытаемся выдать за Божьей, заманипулировать Бога, сказать Господу, что это Божье, ты знаешь, что это тебе надо, но Бог знает, и еще я понимаю, почему Бог нам не дает, Бог знает наше сердце, вы знаете, никто не знает, как он будет себя вести, если ему вдруг дадут миллион долларов, ну, хорошая сумма, но никто не знает, ну, это был, но я не знаю, понимаете, поэтому, а Бог знает, а Бог знает наше сердце, как мы поведем, Бог знает наше сердце, лучше нас, и поэтому очень часто наши молитвы отвечены, не отвечены, ну, как они отвечены, но со знаком нет, не отвечены по одной простой причине, потому что, Бог знает, если у нас это появится, то больше он нас не увидит, то нас будет ловить потом очень долго и усиленно. И вот одна из причин, не то, что там наша вера не работает, но Бог знает, если он нам это даст, то мы просто куда-то... Я вам просто... Вот возьмите в гугли и погуглите, что стало с теми людьми, которые выигрывали в спорт нато, в супер нато и так далее и тому подобное. Там больше 60 или 70% людей испорченные стали потом. То есть они работали, а потом где-то пришли и во все тяжкие, образно говоря, усилились. Поэтому я вам говорю, что вы просите, не получается, потому что просите не на добро, а для ваших вожделений, для ваших вожделений. Лет, наверное, 10 назад в Европе вышла статья, которая была опубликована в одной из центральных газет Испании. Ее написал Себастьян Билар Родригес. Я ее прочитаю. Откроется, там картинка про Европу. В Барселоне, по улице в Барселоне вдруг открыл для себя ужасную истину. Европа умерла в Аушнице. Мы убили 6 миллионов евреев, это испанец пишет, и заменили их на 20 миллионов мусульман. В Аушнице мы сожгли свою культуру, мышление, творческий потенциал, талант. Мы разрушили избранный народ, избранный по-настоящему. Ибо он породил великих и замечательных людей, изменивших мир. Вклад этих людей ощущается во всех областях жизни. Науки, искусств, международной торговли. Но прежде всего в том, что они подарили миру понятие совесть. И вот под маской терпимости, желая доказать самим себе, что мы излечились от вируса расовой вражды, мы открыли ворота 20 миллионов мусульман, он про свою страну пишет, которые принесли к нам глупость, невежество, религиозный радикализм, нетерпимость, преступность и бедность, вызванные нежеланием работать и поддерживать достойность существования своих семей. Они превратили прекрасную городу Испанию в часть третьего мира, тонущую в грязи и преступности. Они селятся в квартирах, предоставленных бесплатно правительством, и в стенах этих квартир строят планы, как убить и уничтожить наивных хозяев. Таким образом, к нашему несчастью, мы обменяли культуру на фанатичную ненависть, творческий дар на дар разрушения, интеллигентность на отсталости и первобытные предрассудки. Мы променяли миролюбие европейского еврейства, его свойства заботиться о нормальном будущем для своих детей, и его упорную привязанность к жизни, которая считается святой неприкосновенной на тех, кто ищет смерти, на людей, которые желают гибели себе и другим, нашим детям и своих детям. Какую ужасную ошибку совершила ты, несчастная Европа? И вы знаете, на самом деле, вот это произошло, произошла подмена, произошла подмена вместо христианских ценностей, или когда жили евреи, то есть там были ценности все равно Господня, там была Тора, там были ценности совести, ценности закона, и победила совсем иная религия в Европе, она побеждает в Америке, которая называется просто «либеральные ценности». Либеральные ценности, вот эти вот вещи. В Европе-то там уже против христиан не только там, ну, и мусульмане и так далее, там феминистские организации очень сильно, которые запрещают, потом, ну, ЛГБТ и так далее. И вот это все, оно сошло на нет. Вот, на самом деле. То есть и у нас приходят эти либеральные ценности, а не просто так, вот эти пятницы, да. Люди, вера теряется, почему? Потому что, чтобы где-то что-то верить, человек начинает думать совершенно о других критериях, совершенно другими, знаете, способами. Вот, и вместо того, чтобы надеяться на Бога, он надеется на кредит, еще на что-то и так далее. Поэтому, на самом деле, это важно. Апостол Павел сказал хорошие слова, которые, знаете, нас, вот, отрезляли. Умея жить в скудости, умея жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии, в недостатке, все могу, укрепляющий меня, Ишуа, Мессии. И очень часто почему-то вырывают последний стих, верующий говорит, я все могу, укрепляющий меня, Ишуа, Мессии. Можешь полоть, могу копать, можешь, могу. А сделать что-то сможешь, все могу. Я помню, некоторые приглашали таких верующих, которые говорят, ну, все умеют, да, да, верующих надо пригласить. Они им такие работы выполняли. Ну, и такие деньги иногда выставляли, что, ну, надо было заплатить, это же верующий скажет, мало ли. Но потом говорят, вот эти товарищи, непривлашатели, ничего не умеют. А ну, они говорят, что я все умею. Вот, на самом деле, что говорит Апостол Павел? Я научился жить, когда у меня есть деньги и когда у меня нету денег. Я научился жить и терпеть голод, и жить, когда у меня все хорошо. Когда нету, когда вкусов хлеба и когда есть хлеб, масло и бутерброд с колбасой. Все могу, укрепляющее меня, все могу, это вот я научился вот так в жизни. Когда все хорошо и когда все плохо. Когда все плохо, вот мы, знаете, вот эти либеральные ценности, которые мы внесли, вспомните 10 лет назад, кто брал кредиты? Никого их не было практически. У меня. Майя. Я знаю с твоими кредитами. Не надо говорить. Вот. Я не согласен. Слава Богу. Ну, желательно хванить. Вот. Послушайте, а вот сейчас, если взять, сейчас, если взять, у нас 90% населения, ну, за исключением детей и, может, сильно пожилых, которым не дают уже кредиты, да, специально. Не, не дают. Вот. Майя. И Майя. Вот. Четыре. 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 Но на самом деле, это проблема. Вот эти либеральные ценности, они портят людей. И человек вместо веры, вот, думает, ну, зачем я же могу вот это все взять. И человек потом живет, сейчас же тоже у нас за границу не пускает, если на тебя вести должок, ты не выездишь. Вот. И так далее, и тому подобное. И человек становится рабом этой системы. И вместо того, чтобы заниматься верой в Бога, он заработает на пяти работах, чтобы заплатить эти долги, и он в рабстве. И, естественно, ему никакая вера не работает. Естественно, ему ничего не хочется. Не служите. Когда ты говоришь, чтобы он человек был, пошли служить, он говорит, послушай, у меня четыре кредита, мне надо прокормить семью. Я встречал уже таких людей. И такие есть, к сожалению. И вы знаете, а почему? Потому что мы не научились, не умеем жить, когда нету ничего. Когда в карманах свистеть. Вы знаете, я тоже, вот, у меня нету денег, если неуютно чувствую. Вот, у меня сейчас 50 копеек на кармане. Но неуютно чувствую, на самом деле. Но на самом деле, ну, с одной стороны, с другой стороны, ну, и что? Ну, что такого? Еда, что мы есть, есть и макароны, и так далее у нас, и мясом забито. То есть, ну, с одной стороны. Вот, то есть, понимаете, ну, мы уже привыкли, вот эти ценности. Ты не можешь, что верующие не могут ниже какого-то уровня опуститься. А что здесь такого? Но, опять-таки, знаете, как подумают? Бог. Тебе, что Бог не благословляет? Это твоя вера, брат. Но Божье благословение не в этом. Написано, что не зависит жизнь человека от достатка его имения. Не зависит. Вот. И поэтому быть благодарным за все надо учиться. Надо учиться. Вот наша вера должна в этом работать. Если сегодня есть, слава Богу. Если сегодня нету, тоже слава Богу. Вот. И я, знаете, после этого посмотрел, думаю, какая классная машина. Она хоть ездит, я могу ездить. Еще, слава Богу, она не ломается. Вот только сегодня у меня последний день всех осмотра. За все благодарите. За все благодарите. Вот. И я к чему веду? Знаете, наша жизнь и наша вера работают, когда мы живем жизнью даяти. Вот наша вера работает только, когда мы отдаем. Когда мы отдаем. То есть мне не только один как будет. Слова, поступки, действия по отношению к Богу, по отношению к людям. Вот когда мы отдаем, наша вера начинает работать. Почему Сергей сказал, что вера не везет, не везет, не везет, не везет. От дела, да? Вчера, вроде, говорилось. Не важно. Вот вера, она работает. Мы смотрим на наши... То есть когда у нас вера работает, то есть это действия какие-то, действия. Вот наши действия, то есть я опять-таки не перевожу все, знаете, у нас любят переводить в одну плоскость, в финансовую. На самом деле не только. Это одна из частей. Но наши слова, наши действия, наши поступки по отношению к Богу, по отношению к людям. И вот жизнью даяти – это то, что нас должно показывать. То есть то, что мы должны показывать этому миру. То, что нету в этом мире. И до сих пор, как было до прихода, то такие, после прихода Иешуа, вера действует в любовь, да? И любви, на самом деле, не хватает в нашем мире. И у людей могут быть множество вещей, но они могут быть глубоко несчастными. Даже многих людей, кстати, они говорят, что живем счастливо, не верующие. Они вам расскажут, как хорошо они живут, почему. И они в это верят. Они обмануты дьяволом. Но я верю, что иногда, знаете, у них эти мысли закрадываются, что какая-то пустота там гуляет все равно. Что бы люди ни говорили. И как бы они, знаете, не жили, как бы счастливо, имея все, мне кажется, им всегда не хватает Бога. Действительно, у многих обманут. Действительно, они живут ради семьи, ради каких-то таких хороших, знаете, мотивов, хорошие такие у них посылы, хорошие цели. Но если там нету Бога, то это пустота. Написано все это пустое. И эти люди несчастливы, потому что не имеют Бога в себе. И вот этим людям мы можем помочь. Мы можем поделиться. Самое главное богатство, что мы этим богатством обладаем. То есть мы можем поделиться, кого-то наставить, кому-то показать, кому-то послужить. И само слово, пожалуйста, само слово «любовь» еврейское, слово «ава». И это глагол. То есть у нас «любовь», она моя, существительного женского рода. А вы видите, «любовь» – это глагол. Это действие. Это глагол действие. То есть когда Бог говорит «я люблю», да, Он это подтверждает. Когда мы говорим «я люблю», я должен это подтвердить. Подтвердить. Вот. И поэтому на самом деле это важно. Это действие. Это всегда должно быть действие. Если мы говорим, что мы любим Бога, мы должны это подтверждать. Как это вы видите, да, то есть глагол действие. На самом деле, вот Богом мы можем поделиться с каждым, да. И на самом деле людям не хватает Бога. И наша вера должна в этом направлении работать. Но, опять-таки, очень часто она, знаете, нас выбивает. Вот эти все пятницы, сали и так далее. Проценты и прочее. На этой неделе в книге «Ак Гавторот» мы читаем открывки с книги «Малакия». И там, знаете, очень серьезное предупреждение к народу, к священникам. Опять-таки, я в прошлый раз и повторюсь, в Новом Завете мы все являемся священниками. У нас есть своя определенная роль. И Он говорит слово «К Израилю через Малакию». «Я возлюбил вас», говорит Господь, и вы говорите, «В чем мне идете любовь к нам?» «Не брать Исаав Иаков», говорит Господь, «Однако же, я возлюбил Иакова, а Исаава возненавидел и предал горового пустошения и владения его шакалом пустынью». И на самом деле в чем проявил, знаете, мы иногда ожидаем от Бога мирилом материализма. А Бог проявил любовь в том, что Его Сын умер за нас. Вот это любовь. Кто отдаст своего ребенка ради кого-то, да? А вот Бог отдал. В чем проявил ты любовь к нам? Они вопрошают, и сейчас есть дамерующий, и говорит, Боже, ну что там, вот я молюсь, где там обещано, или еще мне это надо, и так далее. А Бог говорит, я уже тебе дал. Ты вот этим должен благодарен быть. Если Идом скажет, мы разорены, но мы бы становимся разрушены, то Господь Самому говорит, а не построи-то, я разрушен, и прозову-то полностью нечестивую. Народом и Дома, это сыны Савва, на которой Господь прогневался навсегда. И увидит глаза ваши, вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит Отца и раб Господина Своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоволение передо мной, говорит Господь Савваух вам, священник, и бесславящий имя мою? Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое, вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что вы говорите, трапит за Господь и недострой на уважение. И когда приносите в жертву слепой, не худо ли, или когда приносите хромой и больной, не худо ли это, поднеси добро князю, будь ли он доволен тобой, и не раскронно ли перед тебя, говорит Господь Савваух. О чем тут вообще речь? Тут не только о таянии, тут вообще о служении, понимаете? Очень часто верующие в последнее время, то есть живут, им нужно совершенно другое. И Господу они приносят что-то такое, молитва, пять минут, слово, пять минут, чуть-чуть служения, пять минут. И говорят, Господь, мы тебе послужили благостными нас, а Бог говорит, вы мне приносите худое. То есть люди, знаете, он говорит, поднеси это к царю, иди к президенту, иди, и он тебя попросит, что ты ему сделаешь так же, чуть-чуть, чуть-чуть в воду. Поэтому там сильно, знаете, Бог сильно предъявляет священнослужителям. Они служили в храме, у них была обязанность, но в принципе это слово можно, знаете, перенести к нам. Как мы почитаем Бога? То, что Он нам говорит, как мы исполняем? Относимся ли мы к этому серьезно? Или, знаете, мы же помолились Господи тебе, вот я уделил тебе время. Все остальное, все принадлежит мне, это важно мне, и так далее. Итак, помолитесь, молитесь к Богу, чтобы помиловал нас, а когда такое исходит из рук ваших, то может вам милость своего. Лучше кто-нибудь из вас закрыл в двери, чтобы не напрасно держали огонь на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Савоку, приношение из рук ваших неблагоугодным. И получается так, что, знаете, человек служит по чуть-чуть и хочет, а Господа хочет благословения. Бог говорит, так слушай, ну, я не вижу твоего служения мне. Ты, ну, это не служение, это просто, ты просто жажешь как бы косточку, а бросишь от меня, ну, козленка, да? Ибо от востока солнца до запада велико будет имя моим между народами. И на всяком месте будет приносить в фемиан имени моему чистую жертву. Велико будет имя моим между народами, говорит Господь Савоку. А вы пылите его тем, говорите, что трапезы Господня не стоят уважения. И доход от нее, и пища ничтожна. И так бывает, на самом деле, никого не осуждаю побить, да? Но так бывает, так происходит, что уже то, что от Господа, оно не стоит уважения. А вот почему? Потому что человек не видит в своей жизни этого благословения. Почему? Потому что у него мерила, в черной пятнице стоит, 50% и так далее, халявы. И он не видит этого, и поэтому он не служит на Господу. Он не видит, знаете, в каком-то материальном, потому что его ожидания в сердце, как мои ожидания были. Решил машину, я вдруг решил, что почему-то мне вот она нужна. А Бог говорит, послушай, ты о другом должен думать. Притом, говорите, вот сколько труда, и пренебрегайте ей, говорит Господь. Человек говорит, послужил там, денем лицом, Господь, смотри, какой я великий, как я послужил. У меня, знаете, у меня, кстати, такие мысли иногда закрадуются. Мы куда-то ехали, целый день служили, и я шел такой довольный, и у меня внутри было. Господь, я же послужил тебе, теперь ты должен меня благословить. А потом раз, приходило обречение, то есть какого перепугу, да? То есть, ну, Бог и так, в принципе, верующий Бог благословляет. Я просто веру, смотрю по жизни. Но благословляет, ну, может, не теми мерилами, знаете, какие хотелось бы мне. А в Божьем благословении есть Бог. Проклят, лживого, которого встать, есть неисплощенный совесть, и он дал обет, а приносит жертву Господу, поврежденные, и боятся обвели имя моего страшного народа. И человек может так сказать, Господи, вот дай мне благослови даже той же машине, я буду служить тебе. А потом Бог благословил, а человек говорит, да нет, я же его поломаю, мне надо куда-то ехать. Какой-то быть какой-то, строго говоря, да, и там она будет на этих почках трястись и сломается. И вот этот мир, знаете, вот это то, что у нас вот эта либеральная религия тоже приходит, знаете, на смену вере, она погружает людей в такие вещи. И верующие начинают жить для себя. Они тоже стреляют местами из Писания, говорят, это же для Бога. Вот семья, вот Господь сказал и так далее. Поэтому на самом деле это важно, очень многие люди живут для себя. И их больше волнуют скидки и распродажи, чем служение Богу. Хотя скидки это хорошо на самом деле, но меняются приоритеты. Человек начинает жить другим. И для Господа он делает чуть-чуть, а все остальное он делает для себя. Вот в этом проблема. И вторая глава, то же самое до седьмого стиха. И так для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Слово, то я вошлю и так далее. То есть проклятия придут, отниму плечо, и вообще помет раскидаем на лица ваших, помет праздничных жертв ваших. И выбросят вас вместе с ними, вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего. С левием, говорит Господь Слово, завет мой с ним был завет жизни и мира. С нами Господь то же самое. Это завет жизни и мира. Я дал его ему для страха, и он боялся меня, благоговорил перед именем моим. Помните, где-то есть. Бог говорит, я призрю на того, кто благоговеет перед моим именем. Закон истинный был в устахивании правды, не обретался язык его. В мире правды уходя со мной, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить бедение. И законы ищут от Устского, потому что он висит Господа Слово. Вот понимаете, и бывают, смещаются акценты люди, вместо того, чтобы бедение ищут, да. Ну, обо всем подряд говорят, но мы можем на разные темы говорить. Но если мы встречаемся с людьми неверующими, да, у нас должно быть, знаете, все-таки, мы их чему-то должны научить или чему-то подтолкнуть. Вот. Ну, поэтому на самом деле, вот важно, важно, чтобы все-таки Бог для нас был приоритетом. И наша вера, чтобы работала вот в этом, не переключалась. Опять-таки, я говорю, мы живем в такое время, когда ты заходишь в магазин, у тебя глаза разбегаются. И все, и как бы все сделано для того, чтобы ты купил. И тебе на мозг просто слипается, ну, просто атака идет на самом деле. Человек, он начинает, знаете, под этим ломаться и так далее. Но даже не об этом, просто вот эти ценности, ценности мира становятся главными. Главными в достижении жизни верующих. Что он не думает о том, как послужить, как проповедовать, как нести Слово Божие, как быть светом, как освещаться. А он просто уходит в эти пятницы. Вот. Самая, знаете, самая черная пятница для дьявола, это было, когда еще его распинали, да. На самом деле, для дьявола это была черная пятница. Хотя он думал, что это было все хорошо. В том плане, что в эту пятницу, когда его распяли, да, он подарил жизнь, он воскрес. И вот это было, вот это была пятница, да, настоящая пятница страсти Мессии, да. Вот. И поэтому уста священника, я опять повторяю, что священники все мы, все мы священники. И уста наши должны хранить введение, закон о пусте, ищут его, потому что он вестник Господа. Мы все из вас, мы все вестники Господа. Все. Все здесь сидящие, сидящие верующие решо, все вестники Господа. И вот, что слетается в нашу пусту, то есть мы должны смотреть и о хорошем последнее. Имейте веру в Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, Горисий, поднимись и вернись в море, не усомнится в сердце своем, но поверит, сбудется по словам ему, будет ему, что не скажет. На самом деле, это так. Вера, она работает. Но очень часто она не работает просто по одной простой причине. Мы ищем для себя. Наша вера, она, знаете, не смотрит на то, что Божье, она смотрит на себя. Но Бог говорит, когда вы будете иметь вот такую веру, веру Божью, то она будет работать. Все будет у нас хорошо. И опять-таки мы живем в непростое время. И наша вера, она испытание, мы иногда слишком легко сдаемся. Вчера был хороший пример. Когда Бог сказал Моше прийти на гору и дать ему туру. И он говорит, зайди, и я буду с тобой говорить. Он зашел, и написано на седьмой день, облако опустилось. То есть он пришел, облако опустилось. Гору синая покрыла присутствие Божие. А Бог начал говорить на седьмой день. Представляете? Семь дней ждал. А кто из нас ждет сейчас? И вот мы хотим даже, почему наша вера иногда не работает, мы просто не ждем. Вот не получилось, да? Кто-то ловится. Бывает, так ни разу не было. Вот не получилось, вот не получилось у нас, знаете. И мы сдаемся. И наша вера не работает. И мы, знаете, мы переключаемся на вот это наше сало, сале. Поэтому, на самом деле вера работает. Но нам, мы, знаете, слишком иногда легко сдаемся. Пойду, открой картинку. Следующую картинку. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы наша вера действовала любовью. И чтобы мы не, знаете, вот эти всякие блэк-фриды, йом-ши-ши-шахор, черные пятницы, они не влияли на нашу веру. А очень сильно не могут влиять. Пусть Господь благословит нас. Дорогой Господь, благодарим Тебя за Твое слово. Благословляем Тебя, Божие. И мы молимся, Господь, о том, чтобы наша вера, она работала. Чтобы мы действительно смотрели на Тебя. Чтобы мы не смотрели на этот мир, мы не завидовали этому миру. Чтобы мы... Да, написано, что Бог благословляет, и Бог благословляет им материально. Но главное это благословение духовное Божие. Ты... Мы сегодня читали прекрасные места описания, что жизнь человека не зависит от достатка его олимпини. Но очень часто мы смотрим на достаток его олимпини. Очень часто наши глаза, наш взгляд обращается не от веры в Бога, а обращается на вот эти скидки, обращается на мир, обращается на то, что нам одеть, что нам поесть, что покушать. Господи, но Ты говоришь, что не в этом должна быть наша вера. Не об этом должны мы переживать, но мы должны переживать о Твоем. О том, как мы можем послужить Тебе. Мы сегодня говорили о том, что очень часто мы служим Тебе, мы даем тебе чуть-чуть, а хотим ожидать тебя большего. Но ты говоришь, Господь, чтобы мы служили, ты говоришь всем Слове. Возлюбий Господа всем сердцем, всей душой, все разумения, всем крепостью своей. И в этом есть благословение. Когда мы служим тебе, я верю, что тогда ты нас благословляешь. Поэтому, Господь, двигай нами, показывай, где мы неправильно верим, показывай, где наши взгляды, где мы просим для себя.